Всем, кто уже проснулся, я желаю доброго утра в студии Алина Саваш, и это утро мы проведем вместе. В детстве все мы занимались вещами, которые современным детям покажутся, мягко говоря, необычными. Помните, как строили шалаши под столом, вызывали пиковую даму и собирали счастливые билетики из автобусов? Надеюсь, я не одна такая. А еще в детстве мы с сестрой устраивали домашние концерты. Постоянными и единственными зрителями были наши родители. Кстати, сейчас домашние концерты выходят на новый уровень. Теперь все желающие могут спеть в музыкальной гостиной. Музыкальные гостиные еще с 18 века известны как форма домашних концертов. Это был не просто досуг. Такие вечера воспитывали в домочадцах чувство прекрасного, приобщали к эстетическому вкусу, расширяли музыкальный кругозор. Но и сегодня в музыкальной гостиной ребята знакомятся с циклом времена года Чайковского и распеваются перед своим домашним концертом. Здесь пробуют свои вокальные способности. Здесь узнают о новых музыкальных приемах. Вокальная студия, капелла. Для них это начальная музыкальная школа. Приходят сюда все желающие школьного и дошкольного возраста. И их становится все больше. Да и цели у них разные. Кто-то сразу хочет выйти на сцену, а кто-то хочет петь исключительно для своих родных – пап и мам. В любом случае пение, музыка – это очень сильный инструмент, который помогает развивать фантазию. Мы решили ввести такую цикл музыкальных гостиных. Там, где они немножечко все-таки возвращаются к классике, слышат совершенно другую музыку, красивую, талантливую. Ну и чтобы не подвергались наши дети влиянию безвкусной попсы. Поэтому приходят сюда с интересом. Хотела хорошо петь, научиться. А для чего? Выступать на сцене, я не знаю, там. Ну да. Или просто по праздникам петь. Ну, выступать на сцене и для удовольствия. Ну а теперь главная часть музыкальной гостиной – свой домашний концерт. Только для себя. Несмотря на то, что вокальная студия наша, она все-таки из современного вокала, студия современного вокала, и репертуар у нас современный, но, соответственно, детский, со смыслом, с мелодией красивой. И чего здесь больше? Своей творческой интерпретации, исполнительского обучения или просто хорошего настроения? А, наверное, всего этого вместе. У исполнителей постарше тоже есть возможность продемонстрировать свой музыкальный талант на сцене. Главное требование – большое желание поделиться музыкой с публикой. Предлагаем и вам, дорогие телезрители, вместе с нами помузицировать этим утром. Приятный уже осенний вечер. Огромное количество отдыхающих в парке, а на сцене летнего амфитеатра – открытый микрофон. Открытый микрофон – это проект, организованный сотрудниками Дворца культуры Яуза. 30 исполнителей вышли на сцену летнего амфитеатра, дабы продемонстрировать свой талант на широкую публику. Ребята, несомненно, талантливые, более чем, гораздо талантливее, даже чем мы ожидали. Они превзошли все наши ожидания. Я думаю, что зрителям придется по душе весь репертуар, он очень разный. Здесь собрались музыканты со всего городского округа и даже гости из соседних городов. Открытый микрофон дает возможность обзавестись новыми знакомыми, выступать как новичкам, так и уже слаженным коллективам. Для многих из них музыка – это нечто большее. На свету я, горячая тоска, внутри у меня. Нет, это не как хобби, конечно, мы пытаемся выйти, если так можно сказать, на рынок, на музыкальный. То есть будем сейчас пытаться запускать на платформы различные. И, конечно, в таких открытых мероприятиях, где можно себе показать, можно какие-то контакты завести. То есть мы будем участвовать, конечно. Поиск талантов округа будет продолжаться. Одним только открытым микрофоном дело не закончится. Музыка, как никакое другое искусство, объединяет людей по всему миру. Для общих дел, для радости, для укрепления духа. Под ее воздействием невзгоды отступают и терпят поражение. Особенно, если это русская народная музыка. С одной стороны, исполнителей в этом жанре всегда было немало. А с другой стороны, огромный пласт подобного наследия находится на грани исчезновения. Но мои коллеги готовы с этим поспорить. Со сцены в необычной обработке звучат русские народные песни, частушки и переплясы. Да музыканты непростые. Ансамбль гусляров «Волшебные струны» лауреат множества международных конкурсов. Коллектив исполняет не просто музыку, но и накладывает на нее древние русские пересказы. Мы, в свою очередь, постараемся сегодня сделать так, чтобы наше выступление добавило вам радости, хорошего настроения и укрепило ваше здоровье. Потому что еще со времен глубокой древности было известно, что звучание гуслей и колоколов благотворно влияет на человека. Мы часто наслаждаемся вот такой музыкой и артистами. Настроение чудесное. И благодаря этому концерту настроение станет еще лучше. Жители и гости города по достоинству оценили музыкальный концерт. Под звуки русских гуслей зал наполнился аплодисментами. И не только. В это тревожное время хорошее настроение добавит позитива и, возможно, даже укрепит иммунитет. Продолжаем наше музыкальное утро. Во все времена свою любовь к родине выражали в стихах и песнях. Как только менялась страна, сразу же менялись и песни о ней. Патриотическая музыка всегда отражала дух эпохи. Своей любви к России признавались многие поэты и музыканты. В том числе и мытищинские таланты. «Авангард» – это вокально-инструментальный ансамбль патриотической песни. Группа была создана в 2002 году. Одно из главных направлений – популяризация военно-патриотической музыки. Сергей Кристинин – композитор и руководитель студии «Авангард». Всю свою деятельность он связал именно с музыкой, посвященной любви к Отечеству. Я всегда ориентирую свои произведения так, чтобы они были интересны молодым. Потому что молодежь у нас, она несколько, так сказать, хорошая молодежь. Но не хватает от этого патриотизма. На волне современных музыкальных течений, которые быстро сменяются и теряют свою актуальность. За короткий срок песни о любви к родине живут вечно. Они будут востребованы во все времена. Хотелось это все более широко преподать и через сегодняшний, скажем, ритмический груфт передать это настроение, эту любовь к родине через хороший текст, передать это именно таким образом через песню. Сергей Кристинин работает вместе с Татьяной Сиротиной – солисткой вокальной инструментальной группы. Вместе их свела сама судьба. И в этом тандеме они многого добились. Лауреаты международных конкурсов патриотической песни, обладатели Гран-при фестивалей. В этом союзе у них родилась песня «Да здравствует Россия». Приходят гениальные идеи в голову, хороший текст видится, и тут же на него идет музыка. По-моему, написал ее Сергей еще в апреле, а в июне мы уже ее исполняли. Мытищик как раз мы выступали. У нас был концерт большой, открытая площадка в парке. И мы первый раз ее там исполнили для горожан нашего города. Она была очень хорошо принята. И по сей день эта песня востребована. Итак, музыка Сергея Кристинина «Слова Владимира Ильичева» исполняет Татьяна Сиротина. Отрывок из песни «Да здравствует Россия». Я обнимаю сердце всю Россию. Лесные колеселла города. И нет на свете ничего красивей. Она такая, на земле одна. И в первой с ней до самых звезд невинны. И в лень не дождь светлого она. Во мне звучат слова родного кимна, С которой просыпается страна. Когда за нами сила, Когда за нами взлет, Да здравствует Россия, Да здравствует народ, Когда мы ради жизни, Когда в глазах места, Да здравствует родчизна, Да здравствует страна. Чтобы начать день в хорошем настроении, Начните его с музыки. Неважно с какой. Классической, современной, патриотической. Главное, с любимой. С вами была Алина Савыш. Увидимся завтра в это же время. Хорошего дня.